Температура воздуха ночью уже давно опускается ниже нуля. Холодно не только на улице, но и в некоторых домах Майкудука. Мерзнут жители 45-го дома в 14-м микрорайоне. В отремонтированной пятиэтажке с начала октября проживают семьи, участники государственной программы «Занятость-2020», которые с момента заселения сидят без отопления. Вот только на этот раз виноваты не коммунальщики. Об этом расскажет наш корреспондент Мирамгуль Салкинбаева. Это 45-й дом в 14-м микрорайоне. Около 30 семей совсем недавно получили квартиры по программе «Занятость-2020». Но новоселье жителям не доставило никакой радости. Первая проблема – беспорядок в подъезде. Тут есть и люди из детских домов, которые проявляют равнодушие к чистоте, оставляя бутылки и окурки на месте веселья. В этом доме живут инвалиды, дети из детдома. Они по вечерам собираются и курят, за собой не убирают. Мы им говорим, а они игнорируют нас. А так дом сам по себе хороший, ухоженный. Это сын Светланы Алтенбековой. У 10-летнего Шиндеса Султанова детский церебральный паралич. На сегодняшний день инвалид детства лежит укутанный в кровати. Все потому, что отопления нет. Это и есть вторая, нужно отметить, наболевшая проблема жителей 45-го дома. У меня трое детей. Старший сын – инвалид детства. Вот так мы его держим, укутанный весь. Остальные двое тоже обуты и одеты. Очень холодно. Ничего не хочется делать. Горячей воды нет. Греемся солнечными лучами. Прогнозы синоптиков о резком похолодании обитателей бросают в дрожь. В домах до сих пор нет тепла. Температура воздуха в жилых помещениях не поднимается выше 5 градусов. По ночам температура меньше нуля уже давно. Уже недели две мы, получается, мерзнем. Как бы выше температуры. У меня трехкомнатная квартира, два маленьких детей. Одному вот год и восемь, другому четыре года, десять месяцев. И дети бегают по дому, полностью обуты, в сапогах, в домашах, потому что даже обогреватели нас не спасают. Хотелось бы, чтобы побыстрее дали нам не только отопление, а и горячую воду, потому что в ледяной ванне, даже если ее погреешь, детей помыть невозможно. Дети приходят, полотенце закутанное, мерзнут, пока их оденешь. И это не последняя проблема, с которой столкнулись жильцы 45-го дома в 14-м микрорайоне. Рядом нет остановки и плохое состояние дорог. Это и тревожит их, особенно родителей и инвалидов, которые ездят каждый день в больницы. В этих краях нет остановки, дороги ужасны. Я каждый день вожу своего сына в больницу на обследование. Очень трудно. Я от всего дома прошу сделать остановку. Приведите в порядок дороги в скором времени. А сотрудники центра занятости говорят иначе. Например? Там, если говорят, там школы нет рядом, остановки нет. Школа рядом есть, казанская школа есть, рядом есть. И авто... На сегодняшний день собственники в квартире проживают там 16 собственников. Из них там тоже есть хозяева, которые нет, не можем найти. Не может найти. И есть некоторые, которые лицами считают, что еще не открыты. На этой неделе тепло должно быть. Также Нуржан Сыздыков утверждает, что ни один житель не имеет лицевого счета, который очень важен для подключения отопительного сезона. Также говорит он, что так или иначе тепло в 45-й дом подключат до конца этой недели. Продолжение следует...